Предложил бы просто взять действительно те сферы жизни, вот не оставлять их, ладно, но потом. Вот прям сегодня прийти, выписать, что бы вы в жизни действительно хотели применять. И потихоньку вот с партнерами, с самостоятельно начать это прорабатывать. Сейчас, у нас времени просто мало, я немножко расскажу про вот эту часть, которую мы не затронули. Что касается настоящего момента. Что-то это точно назвал точкой нуля. Что есть прошлое, есть будущее, есть настоящий момент, и как правило, настоящий момент он нейтрален. И люди очень часто ездят на восток, чтобы научиться техникам медитации, проходят разные виды, что-то получается, что-то нет. На самом деле все гораздо проще. В зависимости от нашей системы восприятия, например, зрительного на слух или поощущениям, мы можем сразу направлять внимание на это состояние вот такой статики. Нас просто этому не учили. И идея в том, чтобы это привнести во все сферы своей жизни. Ну вот сейчас можете попробовать, например, вот с закрытыми глазами, просто услышьте тишину. Насколько это возможно. Вот буквально 30 секунд, одну минуту послушайте тишину. Замечайте, что происходит разговор, а в этот момент внутри нет. Вы не можете одновременно говорить и слушать тишину. Может быть только одно действие. Если вы хотите остановить внутренний диалог, просто слушайте тишину, этого достаточно. Если внутренний диалог там всплывает и говорит много, послушайте его немножко. Он тоже затихнет и потом снова переключайтесь на тишину и вам опять тихо. Вот это отключается. Да, автоматически. Кнопка. Весь секрет, все, что я рассказываю, это управление вниманием. С кем бы вы ни общались, человек постоянно будет с вами воевать за ваше внимание. Вы будете оставаться в покое, вас будут тянуть во что-то. Какие-то там идеи, направления, что-то. Здорово, если вам это интересно. Но если нет, возвращайтесь вниманием либо к тишине, либо к покою, либо к вот этому осознаванию, как там широкоугольная камера или как это называется. Это три способа воспринимать. Теперь вот эту вот неподвижность, как это называется медитация, вы можете воспринять через ощущение. Вот заметьте, найдите ощущение в теле или вне тела, как вам нравится. Ощущение покоя, неподвижности. Просто найдите его мысленно. Ну, держите внимание там в течение одной минуты. И при этом слышите тишину. Заметьте, что произошло? Все затихает. Это и есть медитация. Но это не нужны люди. Если вы растворяете негативный заряд, помещаете позитивный в прошлое и в будущее, потом вы можете 5, 10, 15, 30, насколько вам нравится, побыть в этом состоянии тишины. Вы очень сильно вниманием вернетесь в настоящий мир. С открытыми глазами это можно воспринимать как широкоугольный объектив, когда вы сразу все одновременно видите, осознаете. Просто свое тоннельное внимание, привычное, когда мы фиксируемся на объектах или на мыслях, вытаскиваете, как будто вы его растягиваете. Ваш мыслительный процесс в этот момент останавливается. Вы не можете одновременно думать и осознавать все происходящее, если невозможно. Либо одно, либо другое. Если вы делаете это зрительно, ваши картинки на время не функционируют. Если вы делаете это через слух, когда вы слушаете тишину, внутренний диалог останавливается. Если вы делаете это через состояние такого покоя, незатронутости, эмоций будет очень мало. Если вы одновременно все три начинаете использовать систему восприятия, все три канала, тогда ваше мышление просто останавливается. И у вас не функционирует, вторая сигнальная система в этот момент не работает. Вы не перепроизводите опыт, вы воспринимаете все напрямую. Если вы начнете делать это 1 минута в день, 30 секунд в день, и каждый день добавляя по минуте, то через год-полтора-два у вас будет очень сильная привычка свое внимание возвращать в настоящий момент. И вам будет неинтересно прошлое, будущее. Вы проработали, оставили, вернулись сюда. Вот тогда жизнь действительно станет сочной, вкусной. Вы тогда начнете чувствовать запах, чувствовать вкус. И я бы вам советовал привнести вот это восприятие, вот такую медитативность, созерцательность во все сферы своей жизни. Чем бы вы ни занимались. Идете по улице, привносите это. Кушайте, привносите это. Направьте все внимание на вкус, не нужно ни о чем думать. Ложитесь спать, осознавайте, как тело засыпает. Просыпаетесь, осознавайте, как оно пробуждается. Это очень интересно. Когда вы с близким человеком, осознавайте все это. Но самый простой способ, это внимание вытащить через тишину, покой или осознавание пространства с открытыми глазами. Это всего лишь привычка. Нас научили постоянно, вот знаете, на востоке ум сравнивают с обезьяной. Потому что он постоянно с ветки на ветку. Вы не можете удержать. Вот это тренировка внимания. Это одновременно и концентрация, и как эффект медитации. То есть вы получаете такое очень тихое состояние ума. Вот это идеальное состояние для принятия решения. Но в этом состоянии вы не можете принимать решения, потому что у вас нет, как это сказать, нет из чего выбирать. Базы нету какого-то файла. Ну обычно выбор, проблема выбора, когда вот несколько вещей, там 2-3 голоса вы слышите, 2-3 картинки, и нужно выбрать. В этом состоянии, как правило, приходит один файл. Вы просто распаковываете и понимаете, что нужно делать вот это. То есть он как-то автоматически появляется в правильном, можно сказать, выборе? Да. Но это не выбор. Это как... Голос выше. Это не обязательно голос. Это можно назовите так. Это может быть картинка, может быть ощущение, может быть голос. У всех по-разному. Но вы понимаете, и в этом состоянии нет вот этой вот нервозности, между чем выбрать. А может так, а может это. Вы точно понимаете, вот так. Все. И постепенно вы начнете больше доверять себе. И будет возвращаться вот это вот такое ощущение, ну что ли, детской радости. Сейчас я отвечу быстро. Алло. Угу. Угу. Хорошо. Так просто, да? То, зачем люди ездят годами на восток, на самом деле можно очень быстро получить. Но для этого первоначально нужно вычистить негативные заряды, чтобы внимание этого не двигалось. То есть поместить позитивное в будущее, чтобы внимание тоже туда не скакало. Когда вы знаете, что там все хорошо, этого достаточно. И потом постепенно вот создать привычку возвращаться в настоящий момент. Хорошо я сейчас? Тихо. Классно, да? Да. Одна минута. Для того, чтобы почувствовать состояние, люди сидят часами с закрытыми глазами, наблюдая дыхание. У нас мысл. Вы просто сразу напрямую направляете туда внимание. Минуя все вот эти способы техники. Это самый быстрый способ на планете оказаться здесь и сейчас. И самый эффективный. Но у всех у нас есть привычки. И наше внимание постоянно будет двигаться. Я вам предлагаю создать новую привычку, удалять негатив, помещать позитив и возвращаться здесь и сейчас. Постепенно ваша жизнь, не за один день, конечно, это может несколько месяцев занять. У ленивых несколько лет это занято. Постепенно вся ваша жизнь начнет становиться такой, как вы хотите. То, что происходит...